Интересно Ну, начнем с того, что я сегодня приехал из Брянска, потому что мы вчера наш театр открыл гастроли Калужского театра в Брянске, сразу говорю, имели оглушительный успех, мы открылись горе от ума, и, повторяя нас, судя по всему, Брянский театр тоже открылся классикой, зарубежной классикой, и женить бы Фигаро. Дальше будет два, три комедии, то есть они пошли по пути комедийному такому. Я надеюсь на то, что, во-первых, он старин, достаточно старый театр, не старше нашего, естественно, но достаточно старый театр в старинном городе. Я почему-то казалось мне, что Брянск все-таки моложе Калуге, а он оказался на четыре века старше. Вот, и мы вчера были там, в общем, даже пройдя по городу, очень приятные впечатления, в некоторых местах он оставляет. А сегодня мы открываем гастроли с нашим замечательным зрителем, который, я уверен, что оценит по-настоящему оценивает. Я просто всех приглашаю на сегодняшнее открытие гастролей. Сейчас не так часто гастроли бывают, но у нас в дальнейшем будут, я расскажу об этом позднее. Я надеюсь на то, что мы действительно сегодня получим удовольствие. По крайней мере, приедет другой театр. А это другая кровь, это другая энергетика, это многое другое. Может быть, вы скажете, вот какой хороший Калужский драматический театр. Ну, не для этого мы приглашаем. Я надеюсь на то, что сегодня будет хорошо. А как подбирали калужане репертуар для гастролей? Ну, горе от ума. Чего еще более достойно? Мы туда отвезли. А не женить бы Фигару. Что еще более достойно может быть? Что касается комедий, ну да, и комедии нужны, но они достаточно приличного, хорошего уровня. Они приезжают, чтобы дать людям отдохнуть. Тем более, у них там очень серьезная обстановка, поверьте. Потому что это приграничная область. И вот я был вчера, ходил и разговаривал со своими коллегами, там все очень непросто. Но, тем не менее, люди ходят в театр, вчера был полный зал. И нам аплодировали там на протяжении почти 10 минут, аплодировали, кричали «Браво!». Но это классика, это горе от ума, это классика. Поэтому это то, что мы везем, это на века. Более классического произведения даже, ну, трудно представить. А какие еще театры приедут в Калугу на гастроли? Ну, во-первых, Рязанский театр приезжает, сразу за Брянским. Я сейчас вот даже по числам, значит, вот Брянский с 19-го по 22-е у нас будет. Вот. И, значит, Фигаро «Безумный день» или «Жениль». «Любовь в стиле барокко», «Красотка и семья» Семерсета Моэма. Кстати, тоже это очень серьезный, достаточно западный драматур. «Камалетти» – «Боинг-Боинг». Ну, «Камалетти» – это комедия. Вот. Рязанский театр, он исключительно комедии привозит. Я думаю, что их, наверное, тоже будут критиковать. Чего вы везете одни комедии? Ну, вот, мне кажется, сейчас у нас очень много классики в нашем театре. Мы даже сейчас, это чуть-чуть отвлечение, мы даже сейчас на открытии сезона будем ставить и готовим открыть сезон, будет открываться «Гамлетом». Вслед за «Гамлетом» у нас будет Евгений Онегин. Поэтому мы к классике относимся очень трепетно и по-настоящему. В июне приезжает Белорусский музыкальный театр, они традиционно к нам приезжают. И привозят они «Бабий бунт», «Веселая вдова», «Тристана и Зольда», «Титаник», «Тысяча и одна ночь». Ну, это, в общем-то, это классика оперетты. Обычно Калужская труппа уезжала на гастроли после завершения сезона. В этом году наоборот. Расскажите, почему так решили сделать? Нет, такого обычно нет. Это обычно было в советское время. Уезжали июнь, большие гастроли, и июль. Два больших города, скажем, Ставрополь, Астрахань. Мы едем там в Астрахань, потом месяц там, переезжаем в Ставрополь после закрытия сезона. До этого у нас месяц еще областные гастроли. Мы по области, у нас выездных было 272 спектакля в год. Тогда это было выгодно, тогда это было, так сказать, нужно, необходимо. Сейчас это не нужно. Сейчас, допустим, там из любого города люди приезжают в наш театр, они приезжают на машинах на своих, на автобусах. Почему? Потому что атмосфера театра нашего, ее не заменишь никаким ДК и ничем другим. Вообще я сторонник того, чтобы все-таки своего зрителя привлекать больше. Потому что у нас сейчас очень хорошие зрители, ну у нас всегда был хороший зритель. Просто период был чуть-чуть, мы зрители простеряли. По объективным причинам, другой режиссер, там прочее. Сейчас у нас начинается опять, да потом пандемия. Ну два года в общем выбрасываю, несмотря на то, что мы очень ограниченно ограничивали зрительский интерес, так что называется его посещаемость. Вот, тем не менее, нас, зритель наш, он не подводит, он нас не предает. 3 июня официальное закрытие сезона. Калужский театр всегда готовит что-то особенное для своих зрителей. В этом году что будет, расскажите? Это будет капустник, он еще сейчас в процессе работы, мы придумываем всегда что-то интересное. То есть переодеваемся, одеваемся, это не факт, что это не спектакль будет, это будет вот другое что-то. Это будет какой-то капустник. Я не знаю, насколько он получится. Занимаются им профессиональные актеры, они занимаются этим. Главный режиссер курирует. В этом году, вот у нас, хорошо, у нас главный режиссер, поставив три спектакля, три аншлага. Вот три аншлаги идут на всех этих спектаклях. Поэтому, что у нас получится? Ну, вообще прогнозировать искусство нельзя. Драматургия, режиссура, актерское мастерство. Три составляющих вообще, на чем зеждится театр. Ну вот что-то из этих провальное, значит, не получается. Вот и все. То есть такого секрета успеха в итоге так и не удалось нащупать, в том плане, что это что-то неуловимое. Да никто еще не, ни Микеланджело, ни Леонардо да Винчи, ни Любимов, никто, никто еще не придумал. Вот схемы такой нет, оно оттуда приходит. Как оно придет? Не знаем. Как зритель воспринял? Не знаем. У нас есть такая примета. Если нашим нравится, я имею в виду внутри театра, то не факт, что зрителю понравится. И наоборот. Иногда наши, ну, что-то нет. А зритель в восторге. Поэтому. А газон пати в этом году будет? А, ну да. По поводу газона пати, Господь Бог, мы готовы всегда. Хорошая погода будет, и мы будем делать. Я надеюсь на то, что в этом году мы сделаем там, ну, два, может быть, три даже. Потому что газон пати, это нам ничего не дает. Я имею в виду с точки зрения не финансов, ничего, это только какие-то, и даже убытков особенных, если мы кого-то приглашаем. А что касается самой формы, мы придумали эту форму, там, я не знаю, может быть, у меня стояла в свое время в голове вот эта идея гайдпарка, когда люди приходят на газон, кладут свои пледы, ложатся, там кто-то что-то делает, выступает, работает. Вот, и мы придумаем что-нибудь такое, то есть это будет, обязательно будет, надеюсь, не один раз, потому что, ну, конечно, но Всевышний скажет сколько, потому что сколько будет теплых дней, какие будут теплые дни, потому что в такую погоду, конечно, нельзя, еще трава не выросла, как следует. Около театра идеальная чистота. Вот, все, кто хочет проверить, так сказать, нас на то, что мы говорим и делаем, можете прийти, походить вокруг театра, посмотреть, идеальная чистота, и нам не стыдно никогда за это, поэтому мы то, что говорим, то делаем, и газон-пати будет, и я надеюсь, что наши все друзья, у нас очень много друзей. В Калужском театре замечательный зритель, в Калуге вообще замечательный зритель, не покупая его, говорю, я вчера сказал это в Брянске, сказал, я знаю, что вот вас рекламируют как, но лучше нашего зрителя, нет, сегодня они будут доказывать, какие они замечательные зрители, потому что я сегодня выйду на сцену, я им скажу, какие они замечательные, они действительно такие, вот, и все, кто уезжает, все отмечают это, но очень требовательный. Калужского зрителя нужно знать, уметь, ни один режиссер поломал зубы, приезжая в Калужский театр, как только первая фраза, ой, это Калужский зритель, он, там, что он, недопонял, умнейший, интеллигентнейший зритель. Мы же тоже, вот, когда мы что-то нужно почитать, мы же не каждый раз достаем с полки такой пыльный томик Достоевского и, значит, преступление-наказание с 23 страницы по 5, чтобы поднять настроение. Иногда мы читаем бульварную совершенно литературу, там и прочее, слушаем анекдоты в обществе и в интеллигентном тоже, вот. И это провинциальный театр, ну, слово провинциальный я не люблю. Наш театр не провинциальный уже давным-давно, вот, но театр, скажем, вот такого толка, ну, не столичный. Он отличается от столичного тем, что он должен быть разнообразный, как универмаг, это говорил Роман Владимирович Соколов, бывший главный режиссер нашего театра, что там можно на все случаи жизни, то есть я захотел вот философскую, я иду на малую сцену, я смотрю Бобок, я смотрю Шинель Гоголя, то есть у нас Досаевский, Гоголь, там все что угодно, там можно найти все для своего вкуса. Если я захотел что-то легкое, я смотрю какой-нибудь Камалетти или еще что-то, хотя по этому поводу так много. А мы же любим комедии, мы любим комедии и мелодрамы, вот колосский зритель любит мелодрамы, пожалуйста, у нас есть и мелодрамы. Поэтому я за то, чтобы все-таки было разнообразие, было право выбора. Каждый выбирает себе. Спасибо вам большое, спасибо за интересное мероприятие, будем все с нетерпением ждать. Да, ну просто всем зрителям хочу сказать одно, мы вас всегда любим и ждем, знайте это, и мы это всячески пытаемся доказать. Может не всегда получается. Спасибо вам. Спасибо.